Актуальные вопросы главного спасательного ведомства страны обсудим в эфире радио спутник Абхазии. У нас в гостях министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квицинья. Приветствую вас, Лев Константинович. Прежде чем мы поговорим о проблемах, о вопросах актуальных, позвольте мне поздравить вас с днём рождения. Пожелать вам доброго здоровья и, конечно, успехов в таком вот нелёгком, непростом труде, да, в такой непростой работе. Спасибо вам большое. Ну, подведомственные службы МЧС, они, конечно, сталкиваются с рядом проблем, да, на практике. О чём-то мы знаем, о чём-то мы можем догадываться, о чём-то мы совсем не знаем, да, не имеем даже представления. Вот какие вы отмечаете наиболее актуальные вопросы, да, несчастные случаи, известно, происходят на суше, на воде, в горно-лесистой местности. Вот с чем сталкиваются спасатели? Вы знаете, наша профессия настолько сложна, что мы не знаем, с чем мы можем столкнуться. Если говорить о туризме, значит, к великому сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, когда приезжают сюда определённые группы, и у нас иногда они не регистрируются в основном. Поэтому поиск этих групп, в случае что-нибудь, мы получаем информацию, а порой не знаем, по какому направлению их искать. И, конечно же, вот фактор времени, оно играет огромную роль, и тогда у нас создаются такие определённые проблемы, потому что каждая минута решает жизнь человека, а мы ищем там, не там, где нужно. И поэтому мы всегда и к руководителям по туризму, и ко всем обращаемся, кто связан с туризмом, чтобы по мере возможности обязательно регистрировали маршруты, чтобы мы знали, какая группа где находится, и чтобы это было согласовано для того, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. И время, наверное, да, время, место, выхода в туризму. Да, самое главное время, да, главное время, и когда мы знаем, что какая-то группа находится там в определённом маршруте, мы уже знаем, и есть определённые связи, и знаем, что у них есть, какие возможности, в каких условиях они могут выживать и так далее. Это очень важный момент, и это касаемо туризма. То есть это значительно облегчило бы вам, да, ваши задачи, решение вашей задачи. Мы даже обращались к местным населениям, которые собираются на охоту или там держат паст в пищах, чтобы мы хотя бы ориентировочно знали, где кто находится. Ну, с ними проще, потому что там родственники, близкие, они знают, и мы чаще всего как-то успеваем вовремя, потому что знаем направление. Это вот основное. Да, Лев Константинович, немного статистики. Вот около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах по территории республики. С начала года до конца сентября в стране произошло 17 случаев смерти на воде, 6 человек из этого числа были местные жители, 11 туристы. Вообще, каково, как вы оцениваете состояние обеспечения пляжей республики необходимыми специалистами, оборудованием? Вы знаете, как правило, на сегодняшний день, конечно, стоило лучше ожидать, потому что, ну, в плане обеспечения безопасности на пляжах. Но мы не ожидали такого наплыва, как в этом году. И поэтому и статистика, она связана с этим, что очень много туристов, и те силы средства, которые на сегодняшний день есть в нашей службе, можно сказать, что недостаточно. Ну, и главный момент, что пляжи кто-то арендует, в принципе, это под ведомство главы районов и так далее, ну, нам надо больше, наверное, совместно проработать, потому что каждый пансионат, санаторий, где арендуется та или территория, ну, имеется в виду пляж, то они должны обеспечить безопасность, обеспечить, ставить, как в советские времена, вышки, там должны быть плавсредства, там должны быть специально подготовленные спасатели, которые контролируют, наблюдают то, что происходит на море. Это очень важно. Без этого спасатели не смогут там вовремя и оказать эффективную помощь, потому что за каждым, как бы, пляжем, за каждым отдыхающим мы не сможем проследить или представить какого-то спасателя. Да. Вообще, когда мы об этом говорим, конечно, нельзя обойти вопрос ответственности самих, вот, да, пострадавших. Вот какие меры, на ваш взгляд, необходимо принять, чтобы повысить ответственность туристов самих? То есть сократить таким образом или минимизировать количество несчастных случаев? То есть, может быть, вопросы страхования от несчастных случаев, выход, да? То есть, как вот такие подобные вопросы решаются в других странах? Может быть, этот опыт нам пригодился бы? Что вы думаете? На самом деле, это очень правильный вопрос. Очень многое зависит от самих отдыхающих. Хотя, вот, предупреждают, говорим, что, ну, и руководство там пансионатов, санаторий, они, им говорят, что нельзя в такую погоду, там, два балла уже на море выходить нельзя и так далее. Но они делают свое, и, к великому сожалению, вот такие результаты. Но сегодня касаемо страхования или там какие-то меры принят, мы, как молодое государство, мы заинтересованы, страна заинтересована, чтобы было больше отдыхающих, больше туристов. Мы поэтапно идем к этому, и уже и руководство, я думаю, что на будущий сезон примут определенные решения. Мы обращались с письмом, потому что иначе так продолжаться не может. Потому что для вот та статистика, которая вот на сегодняшний день, если брать, то уже девятнадцать человек, которые утонуло на море, это цифра очень большая, таких цифр не было, да вообще не было после войны, можно сказать. Это первый год, когда вот столько жертв именно на море, и к этому обязательно надо будет принять какие-то меры в этом направлении. А решения, о которых вы говорите, которые вы думаете, что будут уже к следующему сезону, что именно имеется в виду? Это в первую очередь каждого туриста надо обязать, в плане того, чтобы не нарушал те правила, которые существуют в этом пансионате или санатории. Юристи занимаются этим вопросом, и мы не имеем и не имеем возможности и права как бы штрафовать, наказывать. И этим должно заниматься, и юристи должны заниматься. И я думаю, что будет решение рассмотрено и в парламенте, и там такая многоэтапная процедура, и я думаю, что без этого мы не обойдемся. Да. Ну, несчастные случаи происходят и в горах республики. И вот на примерах тоже хотелось бы услышать перечень вопросов, которые необходимо решать вашим сотрудникам для оказания помощи пострадавшим. То есть это вы вертолеты туда привлекаете, правда же, да? Да. То есть какие расходы вообще несет ведомство в таких случаях, вообще в целом государство? Очень большие расходы, потому что, я повторюсь, когда мы не знаем маршрут, нам приходится делать большие облеты, это связано и с топливом, если не на вертолетах, то на транспорте это все, и с корючими, и людские ресурсы, и так далее. И все это, безусловно, несет определенные затраты. Это немалая нагрузка для того, чтобы создать все необходимые условия, для того, чтобы спасательное подразделение работало на хорошем, на должном уровне. Это связано с большими расходами, безусловно. Ну, мы также часто слышим о том, что вы обращаетесь и к российским коллегам, да? Вот как ваше взаимодействие строится? Ну, честно говоря, вот в связи с COVID-19 у нас возникли проблемы, мы в ближайшее время планировали подписание соглашения, есть определенные проблемы, это переход границы, и это связано и с авиацией, и определенную технику, если в этом есть необходимость, чтобы российские спасатели могли помочь, поддержать. Ну, это связано со временем. Как вы понимаете, когда проходит определенное время, день-два, оно уже неэффективно. Такой вопрос стоит остро, и я думаю, что в ближайшее время мы вернемся к этому вопросу, и мы подпишем соглашение, где беспрепятственно можно будет переходить, переход границы. Это очень важно для нас. И основной проблемой, еще раз говорю, это маршруты, это, как у нас в народе говорят, дикарем нельзя ездить. Здесь находят своих друзей, по связям, там, по WhatsApp связываются, и себе рисуют какие-то маршруты, и потом мы их ищем, а потом возникают вопросы, вот вопрос волонтеров, которые приезжают якобы там спасти, найти, которые знают эти маршруты, а потом нам приходится их самих спасать. Это тоже определенная нагрузка, но я думаю, что поэтапно на эти вопросы все будут отработаны, и опыт показывает, что с каждым разом что-то меняется, меняется в связи с тем, что количество туристов, которые посещают Абхазию, растет, и мы должны увеличить свою группировку, мы должны... количество спасателей недостаточно будет, если, допустим, и на будущий год, и последующий количество отдыхающих будет на таком же уровне, хотя бы как сейчас, уже недостаточно. Вот это соглашение, о котором вы сейчас говорили, вы рассчитываете подписать до конца этого года, или это перейдет все-таки на следующий год? Мы очень рассчитываем, что это будет до конца этого года, если сейчас вот в пандемии будут какие-то расслабления, мы в ближайшее время должны это подписать. Лев Константинович, давайте поговорим о том, как, ну, если можно это так назвать, хозяйство, да, спасательного ведомства устроено, то есть вот подведомственные службы у вас какие? Что это за службы? Ну, у нас в каждом районе в Абхазии есть пожарно-спасательные подразделения. Значит, они не только тушат пожары, они выезжают, и когда в этом районе в случае с аварией, или бывает там поиск людей и так далее, они самым первым выезжают, и потом мы уже отсюда с управления министерства, дополнительные силы, горных спасателей, дополнительные силы подтягиваем для того, чтобы в зависимости от объема работы, в зависимости от чрезвычайной ситуации. Очень важную, важную миссию выполняют те, кто первым приезжает, у них есть определенное оборудование. Сейчас у нас уже и в Ачимчирском районе медслужба, то есть там пожарно, это помимо пожарных машин, есть машина скорой помощи, и фельдшера, которые сразу выезжают вместе с пожарными, если пожары или аварии, без разницы, куда выезжает пожарная машина, если это нехозяйственные работы, то и выезжают с ними медики. Это очень важно, потому что случится что-нибудь и для наших сотрудников, или там на месте, где чрезвычайная ситуация, оказать первую необходимую медицинскую помощь и доставить до медицинского пункта. Да. А вы, как глава ведомства, как оцениваете вообще материально-техническую базу министерства на данный момент? И какие у вас ожидания, надежды, быть может? Да, безусловно, сейчас для выполнения, допустим, для пожарной службы, там, техника и так далее, довольно-таки сейчас она пока в нормальном состоянии, они не новые, им уже по 6-7 лет, но это нормально, достаточно, можно сказать. Но инвентарь же, помимо этого машины, есть определенные средства, которые необходимы для выполнения тех или иных задач. Но я надеюсь, что в ближайшее время потихоньку мы приобретаем, и российская сторона тоже помогает. Мы должны были в этом году по соглашению начать вторую операцию в гуманитарной помощи для Абхазии. Ну, в связи вот с пандемией у нас возникли пока проблемы. Я думаю, что потихоньку мы ожидаем помощи, и республика, и внутренний бюджет, если не совсем, но хотя бы определенный процент, который выделен для этих средств, мы используем. А количество сотрудников, вот штат у вас какой, есть ли нехватка специалистов, в каких именно, в каких направлениях? Вы знаете, у нас около 600 человек, в общем, пожарные, спасатели, кинологи, медики и так далее. Если все обо всем в общем. Конечно, если, опять-таки, все это зависит от посещаемости Абхазии, насколько уровень туризма поднимется в Абхазии, потом, все-таки, населения мы имеем, официальная статистика, это одно количество людей указано, а на самом деле мы ощущаем, видим, что здесь больше и населения растет, и слава Богу, поэтому у нас этот вопрос в ближайшее время встанет об увеличении группировки, нам необходимо будут увеличить штаты, потому что мы не будем успевать. А в каких специалистах вы нуждаетесь? Ну, в основном, мы готовы специалистов, как правило, надо хотя бы 4-5 лет проучиться для того, чтобы вернуться к нам, специалистам. Мы смотрим по районам, люди, которые выходят на пенсию, чтобы они их замещали. в принципе у нас на сегодняшний день уже вернулись сюда с подготовленными профильными специалистами, свыше 50 человек, а на сегодняшний день учатся 46 человек, и еще плюс мы открыли еще одно направление медицинское. вот в этом году граждане республики Абхазии, два человека, поступили в Ярославский государственный университет, и мы получим специалистов только вот через 5-6 лет, и, ну, это просто необходимо, потому что на сегодняшний день очень важно именно в чрезвычайных ситуациях, чтобы были рядом свои специалисты, именно медики, которые окажут правильно и вовремя необходимую помощь. Скажите, Лев Константинович, а во всех ли районах сегодня республики есть вот представители, ну, вашей службы, скажем так, группировки ваши, во всех представлены? Везде есть? Да, в принципе, вот и пожарные, спасатели во всех районах, но основная группировка, это делаем акцент на Гагру, на столицу в Сухуме и Ачимчира, потому что Ачимчира как бы восточную часть, ну, Гагра, вы же понимаете, там основная масса отдыхающих и так далее, и в Сухуме. В Сухуме столица, в общем-то, центр, да? Скажите, пожалуйста, как проходит сейчас подготовка к зимнему отопительному сезону? Что вы отмечаете? Что вообще входит в, скажем так, комплекс вот этих мероприятий подготовительных? Ну, в первую очередь мы предупреждаем население, это ежегодно, ничего нового и в этом году нет, это во-первых, чтобы проверить необходимо электричество в доме, потому что все основные проблемы связаны с пожаром, это с электричеством, вот, чтобы они не пользовались самодельными печками, которые употребляют и дают много энергии, и дают нагрузку на электрические провода, и если говорить уже о печах, да, ну, это уже традиционно предупреждаем, говорим, чтобы они прочищали печки, у кого много собственных домов, где есть камин и так далее, и главный вопрос и главная проблема это вот самодельные обогреватели, которые не соответствуют той нагрузке или тем требованиям, которые должно быть. Я вот читала информацию о том, что руководителям районных подразделений было поручено составить списки одиноких граждан пенсионного возраста, чтобы по мере необходимости оказывать им помощь, вот, что это за помощь, что подразумевается под этим, оказывалась ли она ранее, вот тоже интересно, или это впервые такое нововведение? Спасибо за вопрос, я хотел разъяснить этот вопрос, речь идет именно одиноких женщин или пожилых людей, одиноких, у кого нет родственников, близких, которые нуждаются в помощи, и у нас нет такого бюджета, чтобы было выделено там какие-то средства, допустим, чтобы приобрести или же что-то там купить, мы приняли такое решение и раньше, но раньше так мы особо где-то слышим, тогда едем туда, выезжаем, смотрим, в чем необходимость, вот я вчера ездил в село Уада, к одной женщине, пожилой, она одинокая, у нее крыша протекает, проблем очень много, дровишек нет, ну, совсем мало, и это сведение я получил от районных руководителей, собираем список, и мы выезжаем туда, у нас есть силы, средства, допустим, чтобы заготовить те же дрова, посмотреть крышу, попросить электриков, допустим, метров 60 надо провода поменять, почему бы и нет, и контакт, чтобы мы были с ней на связи, мало ли, она одинокая, живет одна, что бы с ней не случилось, что бы была связь, что бы мы держали их на контроле, вовремя выехать, оказать первую необходимую помощь, привезти там, если надо, то в медицинское учреждение и так далее. Я думаю, что многие это поняли, как будто вот, если там всем там, кто нуждается и так далее, конечно, всем, кто нуждается, это совершенно другая программа, но это дело мы от себя, мы выезжаем, помогаем, ребята с удовольствием это делают, и я думаю, что это помогает и поддерживает одиноких людей, которых нет. Ну, то есть, это вы, наверное, на связи с районными администрациями, да, получаете оттуда, наверное, информацию о том, кто больше нуждается в этом, да, какие приоритеты в этом случае. Ну, задача стоит, чтобы районные руководители непосредственно связывались и с районными, мы взаимодействуем, и ту информацию, которую имеем вот в каждом, ну, где в селах есть одинокие, неимущие, пожилые люди, которые живут там на пенсию, и им нужна наша помощь, мы просто, это не бюджетные средства, это просто чисто физически помочь, поддержать, прийти, это, ну, это и морально их поддерживает, и они очень благодарны. И эта инициатива в этом году появилась, или... Мы это делали, и раньше тоже, когда вот снегопады, и так далее, знаем районы, где то, что мы знали, но я, в этом году было бы принято решение поставить именно задачу, чтобы у нас был список конкретно, и чтобы приехать в каждый дом, посмотреть, кто это нужен, кому нужна такая помощь, и я думаю, что у нас это вот в ближайшее время, уже в концу следующей недели. Спасибо. Спасибо большое. Актуальные вопросы главного спасательного ведомства страны мы обсудили в студии радио «Спутник Абхазия» с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Львом Квицинья. Спасибо. Спасибо вам большое.